Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня посылка с интернет-магазина Лавли с новиночками лета. Неоновые яркие летние гель-лаки. Когда еще как не летом позволят себе сделать яркие позитивные ноготочки. У меня 5 оттенков. Гель-лаки у Лавли каждой фирменной коробочки. На коробке написано именование материала, номер оттенка и информация о непосредственно самом материале. Объем 7 мл. Блакончики приятные, стильные, на ощупь матовые. Ну и конечно же посмотрим на оттенки. Гель-лаки яркие, пигментированные в два слоя, отлично перекрывают ногтевую пластину. Гель-лаки яркие, пигментированные в два слоя, отлично перекрывают ногтевую пластину. Вот вся моя новая красота. Очень яркие оттенки. Для лета прям в самый раз. Многие клиенты конечно не рискнут такими яркими оттенками накрасить все ногти. Но выделить пару ноготочков, сделать какие-то яркие акценты или яркий дизайн большинство клиентов летом хотят. Так что ссылку на интернет-магазин Лавли оставлю для вас в описании под видео. И когда у меня есть такие яркие гель-лаки, честно сказать, черные ногти порядком поднадоели. Для деревни они конечно были отличные, но пора с ними прощаться. Снимаю старый материал. Слой базы здесь тонкий, быстро снимается, но до натурального ногтя я не дохожу. Тонкий слой базы остается. И если на ногте вы видите какие-то пятна, это не перепиленные ноготь, а остатки базы от предыдущих покрытий. Я разные материалы тестирую на себе и камуфлирующие базы, и прозрачные, и молочные. Поэтому если какие-то пятнышки остаются, это именно они. Вычищаю птеригий. У меня очень глубокий подкутекульный карман. У меня он всегда такой был, и чтобы мне хорошо прочистить, нужно хорошо оттягивать кожу. Но самой себе я не могу это сделать. Я пытаюсь, но той оттяжки, которую я делаю, недостаточно, чтобы хорошо натянуть всю кожу, открыть подкутекульный карман и отодвинуть валики. И там, где кожа не натянута, частенько бывает фреза цепляет ее и может порвать или перетереть, так как кожа в свободном положении находится. Отсюда покраснение и даже бывают ранки. Мне достались вот такие руки. Ничего я с ними поделать не могу. Они мои, и я их люблю. Но при маникюре каждый раз обещаю себе глубоко не лезть. Но опять беру фрезу. Вижу, в глубине что-то мешает. Пытаюсь залезть, плохо контролирую оттяжку кожи и перетираю ее. Ругаю себя и обещаю так больше не делать. И вот такой круговорот у меня получается. Интересно, есть среди вас такие же, как я? Пишите в комментарии, если есть, что-нибудь придумаем для нашей с вами дисциплины в этом плане. На реверсе прочищаю с другой стороны. Выворачиваю сухую кожу и этой же фрезой счищаю ее. Вытираю пыль. Немного пилочкой заложаю свободный край. Не трогала форму, так как хотела немного донарастить длину. Но придумала. С такой длиной мне удобно, комфортно и перчатки не рвутся. На второй руке нужно донарастить ноготь на большом пальце. Он совсем тут коротенький, тут уж никуда не денешься. Наношу тонким слоем базу. И донаращиваю полигелем. Небольшой комок материала ставлю на свободный край апельсиновой пачкой смоченного прижиривателя. Утаптываю материал и формирую новый свободный край. Левой рукой это делать неудобно. Поэтому не смотрю на то, что край не ровный. Главное сейчас мне сделать длину. Теперь выравниваю торец и поверхность ногтя. И теперь дизайн. Все оттенки мне сегодня понадобятся и даже еще один. У меня будет переходящий градиент от ногтя к ногтю. Есть дизайн, где подобный градиент выполнен на френче. Мне этот дизайн безумно нравится. Этот френч с приходящим градиентом сидит у меня в голове, ну, полтора года это точно. Все никак руки не доходили. Да и френч я левой рукой на правой не нарисую. Вернее я нарисую, но просижу очень долго, очень долго провожусь. Я не хочу на это тратить столько времени. Так что решила делать двойной градиент. Слышали о таком? Я нет. Поэтому не знаю, как это чудо назвать. Пусть будет вертикально-горизонтальный градиент. На ногтях больших пальцев будет переход из розового в красный. Наношу цвет на свободный край. Смешиваю цвета в зоне перехода. Теперь нужна кисть для градиента. Мне очень нравится кисть от Лавли. Она у меня уже давно, около года. И все градиенты и растяжки, которые вы видите в видео, я выполняю этой кисточкой. Растягиваю цвет к центру. Подобный градиент я уже показывала неоднократно на своем канале. Мне очень нравится эта техника. Очень легко и просто получается градиент. Особенно актуально, когда делаешь сама себе и левой рукой нужно справиться на правой. Стараюсь сделать плавную растяжку. Но если остаются косяки, ничего страшного. Потом их скрою под укрепляющим слоем камуфлирующей базы. И теперь укрепляющий слой. У меня камуфлирующая база от Лавли. Нежно-розового оттенка. Сначала наношу базу тонким слоем. Хорошо везде прокрашиваю. Это подложка, по которой выравнивающая капелька будет быстрее растекаться. Теперь ставлю каплю. Протягиваю ее к свободному краю. Тоненькая кисточка помогает базе растечься. На ногте указательного пальца будет переход из красного в оранжевый. Точно так же делаю вертикальные градиенты на остальных ногтях, только меняются оттенки. На некоторых ногтях вертикальный градиент я делала в два слоя, а на некоторых даже в три. Все эти слоя показывать на видео, мне кажется, нет смысла. Затянется очень надолго. В THISИНЕ�Е вам не хочу быть 197. Затянется очень надолго. До встречи! Взь воз ITS stabby. Взь воз имеет будущий. В Consоли Witchcard грузового растительства. Взь возродouth следом нережной глупости оставшим указательный в оранжевый Clever. Я переход цветов делала как в радуге. Красный, оранжевый, желтый, зеленый и не хватает только голубого. Остался один ноготь. У меня есть синий. Подмешиваю в него немного белого, высветляю. Делаю переход от зеленого к голубому на ногтях мизинцев. На этом ногте я делала градиент в три слоя, чтобы придать яркость оттенкам. Теперь укрепление базы. Цвета очень яркие, база немного их приглушит, но останется яркий кантик. По-моему, отличная замена подобному франчу. Выполняется легко и быстро. Можно левой рукой на правой запросто сделать дизайн. Укрепляющий слой ложится таким образом, что самая толстая часть укрепления перекрывает косяки растяжки. Сейчас получается, я делаю горизонтальный градиент. Из светло-розового делаю переход в яркий торец. То есть такое наложение горизонтального градиента на вертикальный и все это в кучу. База отлично самовыравнивается, очень красивого нежного оттенка. Перекрываю все ногти топом. У меня топ-кристалл от Лавли. Это топ без липкого слоя. Он же не желтеет, не синий и консистенция жидкая. Легко наносится и быстро распределяется по поверхности ногтя. Напомню, ссылка на интернет-магазин Лавли будет в описании под видео. А у меня вот такой яркий маникюрчик получился. После черных, прям настоящее лето на моих руках, наглядеться не могу. Просто обожаю эту технику градиента. Легко и просто выполняется, а результат суперский. Если тоже решили сделать подобный градиент, добавляйте в инстаграм его под хэштегом It's My Nail. Очень интересно посмотреть на ваши вариации, на ваше сочетание цветов. Ну а если вам было интересно со мной, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео о маникюре. На сегодня у меня все. Берегите себя. Всего доброго и хорошего дня. С моей тягой что-нибудь нарисовать трудно. Смириться постоянно. Хоть какую-нибудь веточку, но нарисую. Но сейчас ногти получились очень миленькие. В жизни смотрятся еще лучше. Так что в этот раз не захотела ничего даже рисовать. Может чуть позже что-нибудь добавлю. А пока похоже так. Субтитры сделал DimaTorzok